сейчас подожду, пока допустим, какая-то, какая-то, какая-то. Так, и что же, и что же, и что же, а, все, я себе дружну. Так, я себя вижу, всем привет и жду от вас обратной связи. И всех поздравляю с днем влюбленных. Сегодня такой классный днек. Мы с утра уже с девчонками классно потанцевали, заревились. Так, энергии раскрутили. Ага, Ксюшка, привет, все хорошо, видно, слышно, отлично, добро. Все, девчонки, отлично, тогда поехали, пока мы собираемся. Я расскажу план на сегодня. Хотелось бы уложить по чатикам полтора, вот, и отпустить вас праздновать дальше жизнь с любимыми, или с самой собой, или с подругами. На самом деле, какая разница? Главное, это и совать. Так, итак, кто меня еще вдруг не знает, это Анастасия Петрова. Анастасия Петрова перейдем. Инструктор нейрографики, инструктор тета-филинга, коуч, также. Собственно говоря, планы сегодня. Смотрите, первый момент мне хотелось, тема, да, тема вебинара «Энергия желания». Я, значит, запустила тему, запустила, делала пост, и потом поняла, что название получилось двусмысленное, и мне это нравится, да, то есть, с одной стороны, это вебинар о том, как нам быстрее реализовывать свои желания, и что нам мешает, да, выключать любые свои желания. А с другой стороны, по текстам идиотки также энергия желания и желания часто мы подразумеваем еще и сексуальное желание, сексуальная энергия, из которой все и творится на самом деле, то есть, энергия жизни, энергия драйва, поэтому это и про это в том числе, потому что, когда у нас мало энергии, не хватает энергии, на самом деле, ее всегда много, просто мы ее блокируем разными способами, то нам ее не хватает на реализацию, на жизнь. Моя задача – помочь тебе и вам умирать вот эти все приконы, блоки, чтобы жить в состоянии просто бесконечного потока энергии, который постоянно есть везде, и творить эту жизнь радостно и с удовольствием. Следующий момент, да, разберем, у меня было анонсировано 15, но у меня набралось как минимум 18 пожирателей нашей энергии, куда утекает энергия, как мы сами периодически превращаемся в вампиров, мы уже разбирали, частично будет прикликаться, кто мне в процветании, причем, но не совсем, вот новые моменты какие-то, но соответственно, и уже, когда мы будем разбирать, уже пойдет трансформация, потому что осознание, оно уже дает перемены, вот, посмотрим, где мы теряем энергию и как это все, как эти утечки прекратить, прекратить. Можете пока писать свои вопросы, не знаю, что, поздравления, как ваше настроение сегодня, пишите, 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 так, звук слабый, так, звук слабый, тихо, так, звука побольше хочется, блин, что мне сделать, сейчас, друзья, звук, 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 вроде ничего мне не менялось, как обычно, так, Ну, подождите тогда секунду, я сына попрошу, потому что я в звуках, ну, вообще, вообще, так, я постараюсь говорить погромче, может быть, поближе, напишите, пожалуйста, как, с другой стороны, отвлекаться уже не хочется, напишите, я буду громче говорить, как вам, могу сына, сына попросить, Давайте сейчас сына попрошу, подниму его, чтобы он меня настроил. Пока можете писать тогда свои запросы в сфере желаний, в сфере доверия миру, что вам мешает доверять, что вам мешает реализовывать желания, Какие желания у вас сейчас есть, мы будем делать в конце вебинара, манифестацию мощную, тета-хилинги, тета-состояние, на воплощение наших желаний, можете сейчас уже их пока прописывать. Надеюсь, вы меня услышали. Так, сын у меня уже забрался в ванну, не получится, сейчас его подключить, сейчас аудио, так, секунду, микрофон. Ой, так, сейчас, а если вот так попробовать? Напишите, пожалуйста, а как звук сейчас? Стало лучше, хуже? Хочется, чтобы всем было комфортно. Так, запись в любом случае я делаю, в записи, по крайней мере, то, что на ютуб выложу, должно быть хорошо. Хорошо, напишите, как звук сейчас. Так, супер, отлично, все, девочки, я гений просто технически, я что-то нажала, стало лучше, все, отлично. Хвала мне и творцу. Так, поехали, поехали. Короче, да, пишем, пишем свои пока намерения. Немножко я поговорю про доверие миру. Смотрите, начнем, значит, первый блок. Доверие миру. И заодно можете, кстати, оценить, вот представить, если мир, это такой собирательный образ. Собственно говоря, мир, что это такое? То, с чем мы взаимодействуем каждый день. Туда входит все, и наши близкие, и какие-то прохожие на улице, и природа, и погода, и дома. Вот на сколько процентов у вас доверительные отношения с этим миром вокруг? Оцените сейчас, пожалуйста, от нуля до ста, где ноль, вообще не доверяю, сижу в домике, прячусь, его боюсь. И сто процентов у меня открытые, любящие, классные отношения, доверительные с миром. Я люблю мир, мир любит меня, я постоянно ощущаю эту поддержку. Оцените, пожалуйста, я, кстати, тоже интуитивно оценила вчера. У меня не сто процентов, чтобы вы не думали. А вот. Так. И пока вы пишете, оценивайте, что нам, в принципе, мешает. Вообще, зачем нам это доверие к миру? Если мы хотим реализовывать свои цели, мечты, желания, наша задача, нам нужно, чтобы наши отношения с миром были действительно любящие, гармоничные, доверительные. И когда мы ощущаем эту поддержку от мира, тогда мы можем открываться, мы можем видеть и принимать возможности, использовать эти ресурсы, приходящие извне, и реализовывать все, что мы хотим на самом деле. Но проблема в том, что очень часто вот в этом потоке нашего контакта с миром, в этом поле образуются блокировки. Откуда они берутся? Они берутся, как правило, конечно же, с детства, когда наше доверие было подорвано. Вспомните маленьких детей, они открыты, они доверяют, они не прячутся особо, да, если там кто-то чужой, они могут бояться к мамке бежать. Но в целом у них состояние, у них тело расслаблено, у них улыбка до ушей, да, у них глазки светятся. Они открыты, и, соответственно, мир очень их поддерживает, да, и много всего им дает. Потом происходят какие-то ситуации травматичные. Допустим, родители где-то нас не поддержали, да, там, учительница неожиданно отругала. Мы открылись там какому-то мальчику в школе, он нас высмеял. Потом мы открылись любимому мужчине, он нас отверг. И постепенно, постепенно возникают такие загородочки. Мы, чтобы не чувствовать боли, да, чтобы не повторять эти истории, мы начинаем сами отгораживаться, блокировать свою энергию. Кстати, очень интересно, у нас в этой чате, не буду называть имя на всякий случай, но я знаю, что Антония разрешит рассказать эту историю без имени. Написала одна из прекрасных наших девочек недавно, «Своя сознание». Там пошла тема конфликтов с клиенткой. Я ей подсказала, говорю, «Дорогая, посмотри вообще какие-то отношения со старшими женщинами». Да, то есть, когда у нас какие-то конфликтные ситуации, корни всегда глубже и раньше. То есть, они просто показывают, что есть что-то неисцеленное внутри нас. И она такая мне пишет, «Настя, точно, у меня же сейчас конфликт с учительницей дочки, она меня все учит, что-то там меня воспитывает. Начальница тоже меня все воспитывает, я со всеми чувствую себя виноватой, как-то всех опасаюсь». И вышли на то, что это материнские фигуры, незавершенные темы с мамой. Причем, что там вышло не то, что какие-то даже обиды на маму, а в свое время была ситуация тяжелая в жизни этой девушки. Когда она развелась, ушла с ребенком к маме и подсознательно решила, что она не способна принимать самостоятельные решения, потому что она «накосячила», ну, «накосячила» в кавычках, да, там были какие-то сложности в семье, в ее, с мужем. И она подсознательно отдала свою свободную волю просто маме. И закрепилась позиция, ну, такой неразумной маленькой девочки, при том, что уже женщина взрослая, да, вроде бы работает, а эта программа продолжает работать и привлекает, маму уже нет в живых 10 лет, да, а эта программа продолжает привлекать в пространство женщин, которые ее воспитывают, учат, ну, и негармонично, собственно говоря, и доверие миру подрывается, потому что конфликтная ситуация возникла, когда я клиентке со всей душой, все, а вдруг меня неожиданно обвиняют, и вообще как несправедливая ситуация. Но суть в том, что когда понимаешь, что это твои настройки, ну, вирусные, скажем так, или устаревшие, то это все можно распутать, то у нас в этой хилинге девчонки классно это делают все, в этой чате делятся, и, соответственно, этот поток, обмен этой энергии с миром, с Творцом начинает усиливаться просто. Так, друзья, сейчас почитаю чат, еще немножечко буквально предисловие, и пойдем сразу мы в тетамедитацию, которая будет как раз исцелять вот эти травмы, блоки прошлого, чтобы нам усилить контакт с миром, потому что мир нам дает все, да, если мы в дружбе, то классно мы даем миру, мир дает нам кучу всего. Если мы в напряжении, прячемся, опасаемся, то мир и готов может быть, но мы не вылучаем ничего. И, кстати, уровень доверия, я повторяю, уже в тысячный раз очень хорошо виден по нашим страничкам ВКонтакте. Страница закрыта, уровень доверия невысокий, фотографий нету реально, уровень доверия еще ниже. Соответственно, да, и это не значит, что срочно всем нужно открываться у меня к фотографии, я уже говорила, потому что если у вас сильные страхи, то вы можете привлечь, да, что-то в пространство, да, что каких-то троллей там, да, начнут что-то писать. Но, с другой стороны, возьмите себе на заметку, возьмите себе на заметку. Сейчас почитаю чат. А, хорошо, так, 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 все, отлично. Так, а, Антон, привет, у меня еще одна тут техподдержка появилась к качеству хуже, но стала громче. Ну, как есть пока, может быть, ты мне поможешь еще, Антон мне классно тоже помогает налаживать компьютер. Так, Леночка Мартына, сделай карту желаний, наполняйся энергией, чтобы они все исполнены, отлично. Так, уровень доверия миру смотрю. Интересные показатели, 75, 50, 80, 90, 80, 70, неплохие показатели, в принципе, 54, 80, 60, 30, 50, 80, 55, 80, угу. А, Лариса написала, да, это я, можно все рассказать. Спасибо тебе, дорогая, да, я не сомневалась. Да, да, вот Лариса у нас, тета-практик в нашем тета-чате. Так, отношения, желания, что-то мало вижу желаний пока ваших. Отношения, переезд, материальное благополучие. Ага, Ларчика, привет, тоже, 75. Ну, в общем-то, у меня народ продвинутый, неплохие показатели. Интересно было бы, мы сейчас не будем, интересно также смотреть, например, уровень доверия мужчинам. И часто там бывает, что миру дай, мир люблю доверять, а мужчина-то, опа, и ниже. Можете, кстати, написать, так сказать. Любопытно, доверие мужчинам. Уровень доверия себе, опять же. Потому что это все очень взаимосвязано. И я очень четко вижу, что путь – это растить это доверие. Миру мужчинам и себе тоже. Это, да, потому что когда мы не доверяем себе, это сильно тоже стопорит. Не понимаем, куда двигаться, да, что делать. Ну, давайте, напишите желание вкратце и про мужчин. Лена Дерегина. Можно избавить от вины перед мамой? Умерла вина недавно. Не можно, а я бы сказала даже нужно, потому что людям, которые переходят на другую сторону, совсем не нужно наше чувство вины. И с этим, конечно, стоит работать. Обращайтесь. У меня немножко есть окошек, кому нужно прям индивидуально со мной пообщаться, получить индивидуальную поддержку. За полторы тысячи я провожу диагностические сессии по времени минут 25 по скайпу или ватсапу или в зуме, онлайн. И даю направление, с чем работать, разбираемся в вашей ситуации. Ну, единственное, что у меня временно, это так, не супер много. Так, 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 сейчас, обновляю пока. Миру 8, себе 100, мужчин 5, вот, о чем я и говорила. Ну, кстати, себе 100%, если покопать, то есть себе 100% мы доверяем. Это когда мы прямо четко знаем, куда нам идти, четко чувствуем. Вот у нас импульс есть, мы действуем, мы получаем результат. Импульс есть, мы действуем, мы слышим себя, слышим свою интуицию, слышим эти подсказки из подсознания, делаем шаги, получаем тот же результат. Вот это 100% доверие себе, когда ты прямо 100% идешь, и у тебя все, ну, прям, знаешь, весь мир у твоих ног. Вот есть ли такое? Так, простить себя и близких, снижение веса, похудение, стройность, как результат выздоровления ног. Да, все, кто прописывает, уже желание начинает исполняться. Чат волшебный, групповое поле рулит. Кстати, сейчас недавно слушал, тоже, периодически послушаю Александра Полиенко, созвучны многие моменты. Он тоже говорил о том, что сейчас прошло время гуру. Почему я, да, тут немножко, как это, простила девчонки не называть меня гуру, потому что я совсем не гуру, да. Просто сейчас такое, было время, да, когда действительно важны были лидеры, и один человек мог многое изменить. И была передача знаний во многом такая директивная, когда делайте, духовные учителя, это в религиях прослеживалось. Я говорю так, делайте так. И это работало. Сейчас это уже перестает работать, и сейчас, даже если вам кто-то говорит так, задача слушать, а как мне отзывается. И работает сейчас в большей степени не лидер какой-то, а работает поле, которое он создает. Да, почему я сейчас больше люблю работать с группами, да, чем индивидуально, потому что я очень четко чувствую, что я просто создаю определенное поле, да, у нас сейчас прошло, идет еще, точнее, классный курс, там нейрографика отношений, там пользователи, процветания, собираются девчонки, образуется поле, и это поле начинает работать на каждую, и энергии усиливаются во много раз. На индивидуалке такого нету, да, там можно было прицельно копнуть что-то, раскопать, исцелить, это тоже мощная работа. Я сама беру индивидуальные сессии, да, я сейчас в коучинге регулярно, но групповое поле ничто не заменит, и на открытых вебинарах оно также создается. Поэтому то, что вы сейчас пишете, это все тоже начинает уже исполняться, и энергия начинает сейчас работать на наше желание. Так, друзья, так, пробить финансовый потолок, изобилие, близкие отношения, друзья, исцелить кармические программы, классно. Вот про исцеление кармических программ, это все на тета-хиллинге, да, немножко тоже сегодня буду упоминать, обязательно, чтобы вы понимали возможности. Базовый курс у нас стартует уже с 18 февраля, то есть следующий четверг вечер, там 4 дня будет неполных по половинке, будний вечер, выходные утра. И там очень большая работа как раз по исцелению, по, знаете, мы заходим, буквально заходим в свое подсознание, смотрим, как, наверное, как программисты это делают, я вообще не программист, технически блондинка, но в плане вот сознания очень много уже чувствую, понимаю, вижу. И смотрим, что сейчас требует исцеления, что мне стопорит вот эти мечты мои, например, цели, отношения, финансы, жилье классное, переезд. Как правило, там сидят прям пласты убеждений, которые нужно, это убеждения личные наши, родовые всякие убеждения, сценарии и прочее, кармические, когда уже прошлое наше вообще воплощение, прошлой жизни тоже фонят и не дают прорваться, выйти в новое сейчас. И все это осознаем, запускаем туда свет сознания, распутываем, исцеляем, и вот это очень круто. Так, хорошо, Анюта, привет! Хочу найти потерянный воспортаж, чтобы поехать в жаркую страну, но ходи уже, да? Я тоже хочу с тобой поехать в жаркую страну. Так, и жду, когда ты найдешь твои паспорта. Наташа, привет, Наташенька Дудкина. Доходы, Мариша, привет! Счастье и удовлетворенность жизнью, оздоровление организма, шопинг, уход за собой, физическая активность важна. Приходите на танцы, это бесплатно. Спонтанные танцы в зуме. Мы сегодня классно прямо сожгли. Я так рада. Все, девчонки, хорошо. Давайте поедем уже сейчас в медитацию. Послушаю пространство, что придет. Так, тета-медитация. Тета-состояние включает очень мощную энергию, многие уже почувствовали. Ну и даже если вы слушаете в записи, очень рекомендую сделать с нами эту медитацию. Для энергии нет ни времени, ни расстояний. Все едино. Все просто есть. Закрываем глазки. Садимся удобно. Вдох-выдох. И глубокая тета. Представляем, чувствуем, думаем о том, что все тело сейчас заполняется чистейшей жемчужно-белой энергией. Энергией Творца. Энергией безусловной любви. Чистейшим светом. Эта энергия заполняет сейчас каждую клеточку тела. Растворяяя все тяжелое. И разливается шире. Заполняет все пространство комнаты и место, где вы сейчас находитесь. И заполняет весь дом, здание, город. И разливается еще шире. Заполняет всю страну, в которой вы сейчас находитесь. И весь континент, со всеми городами, дорогами, лесами, реками. Чистая-чистая энергия сейчас наполняет все пространство. И заполняется вся наша планета Земля, которая сейчас тоже вместе с нами проходит трансформацией. Которая нас любит и поддерживает постоянно. Давайте сейчас пошлем свою ответную любовь, тепло, признательность нашей планете. И сознание расширяется до уровня планеты. Вся планета заполнена этим жемчужно-белым светом. Может быть, кто-то даже почувствует ответный импульс от Земли, от Гайи, как зовется она духовно в плане. И расширяемся до уровня Солнечной системы. Замчужно-белый свет заполняет всю Солнечную систему. И еще шире, вся Вселенная заполнена светом. Бесконечно. Вверх-вниз, влево-вправо. Глубокое тета. Глубокое тета. Глубокое тета. Я сейчас создаю намерение, чтобы вся наша сегодняшняя встреча прошла максимально эффективно. Пусть эта энергия безусловной любви заполнит каждую и каждого из нас. И пусть сейчас начнут наполняться и трансформироваться наши отношения с миром. Наполняться чистейшим светом. И пусть уходит все тяжелое, что закрывало нас от мира. Создавало блоки, страхи. И пусть сейчас Творец покажет каждой и каждому из нас, что сейчас готово к исцелению. Пусть поднимутся те тяжелые энергии, те старые программы, те низкие вибрации, которые готовы сейчас освободиться, которые мешают воплощению наших желаний, кайфу каждый день, этому любящему, любовному контакту с жизнью. У кого-то, возможно, это старые раны, травмы, тяжелые опыты в жизни. И прямо сейчас они наполняются светом, исцелением. Можете представить, как картинки прошлого поднимаются и растворяются в свете Творца. С благодарностью к этим опытам. И пусть все части нашей души, нашей личности, которые страдали в прошлом, от обид, от непонимания, от отчуждения, от агрессии, пусть прямо сейчас они исцеляются, наполняются светом, в каком бы возрасте это ни происходило. И пусть завершаются старые программы, которые блокируют наши движения, наш рост, наше раскрытие, такие, как «Мир опасен», «Жизнь — это борьба», «Я виновата», «Я должна быть наказана», «Меня обидит», «Я виновата». Кому откликается, просто мысленно говорите «Да» и представляете, как старая энергия, старая программа покидает ваше пространство, рассоздаётся, просто превращается в чистый свет. и прошу тех, кто согласен, активировать новые программы энергии, такие как «Мир меня любит и заботится обо мне». «Я знаю, как это чувствуется, что я любима миром, творцом, мужчинами, женщинами, природой». «Жизнь — это интересная игра», «Увлекательное приключение». «Я знаю, как это чувствуется, жить с этим осознанием, с чувством, что жизнь — это интересная, классная, вкусная игра», «Чтобы не происходило». «И прошу активировать у тех, кто согласен, знание о том, что мы всегда в безопасности. я всегда в безопасности, можете проговорить». «И прошу активировать чувство, как это чувствуется, что я всегда в безопасности, что бы ни происходило». «И пусть это чувство раскроется сейчас в каждой клеточке тела». «И прошу раскрыть видение творца на состоянии доверия». «Вы уже знаете, что такое доверие по видению творца». «Как создавать отношения из этого состояния доверия». «Доверительное отношение с миром, с другими людьми». «И самое главное — с самой собой». «И вы знаете, как это чувствуется, доверять себе, слышать этот внутренний голос, когда вы знаете, на какой курс вам пойти, в какую программу вписаться, к какому коучу обратиться, с каким мужчиной начать отношения или просто пообщаться, с кем пойти на свидание, какая еда вам сейчас полезна будет для оздоровления, для снижения веса». Многие написали этот запрос. «Какие физические нагрузки ваше тело хочет?» «Вы все это слышите очень ясно и четко и доверяете своей интуиции». «Все знания о том, как для нас лучше есть уже внутри нас. Задача просто — это распаковать». «И прошу сейчас рассоздать все запреты, которые готовы на данный момент рассоздаться, завершиться. запреты на воплощение своих желаний, на раскрытие своей силы, на реализацию, на раскрытие вот этого внутреннего света. Пусть сейчас все то, что мешает нам быть собой, раскрываться, танцевать, радоваться, наслаждаться, покинет наше пространство. Если приходят какие-то конкретные образы, программы, хорошо их мысленно поблагодарить. «Все это зачем-то было создано, нам служило, но сейчас мы уже готовы по-другому». «И прошу активировать знания о том, как воплощать свои желания из этой энергии безусловной любви, как создавать жизнь, ситуации, отношения из этого состояния открытого сердца и безусловной любви. и более безопасным, гармоничным образом для нас, для нашего окружения и для всей Вселенной». «Благодарю, это сделано, это сделано, это сделано». «Можно плавненько возвращаться, сделать чуть более активный вдох, выдох, потянуться, потянуться, открыть глазки. Хорошо. И напишите несколько слов, что получилось почувствовать, увидеть в медитации, что было наиболее актуально, что откликнулось вам. И дальше мы пойдем к нашим блокировщикам энергии, пожирателям. 18 пожирателей энергии. Сейчас только немножко чат посмотрю. Более глубоко мы прокачиваем эту способность входить в это состояние. Особенно если вас торкает. Мне многие писали, что Настя, медитации, они в общем-то простые, несложные, но они включают другое состояние. То приходите учиться глубже. А если вас не торгает, тем более приходите, потому что на курсах вас торкнет. Потому что там 4 дня прокачки. Это в зуме, где мы общаемся голосом, где мы делаем практики. Много практик в парах, в тройках. Работаем обязательно на каждом курсе с вашими запросами, с вашими темами. С самого начала курса любого моего по тета-хиллингу мы озвучиваем запросы, что болит, что требует исцеления или же что хочется воплотить, а пока не очень получается. И мы проводим большую часть практик как раз с намерением, чтобы вот это трансформировалось. И очень много вы получаете обратной связи и учитесь быстрее ловить, знаете, вот эти образы, состояния. Быть в потоке – это прямо, знаете, то, что сейчас в тренде. Просто быть в потоке и слышать, получать ответы изнутри себя. То есть меня спрашивают периодически, Настя, вот скажи там что-то. А можно так, нельзя? Я стараюсь сейчас говорить, ну, лучше, да, например, да, если это касается там нейрографики, да, можно сделать так, но слушайте себя. Или там в личных отношениях, или на консультациях, на диагностические сессии ко мне приходят. Я говорю, давай посмотрим, да, вот мы работали недавно тоже с девушкой, там два варианта – остаться с мужем или расстаться. Муж пьющий, ну, да, но опять же страхов много, да. Я говорю, давай, у меня есть, конечно, свой взгляд, свое мнение, ну, давай посмотрим. И мы входим в это состояние, и мы смотрим, и человек уже сам видит, вот я так буду действовать, или вот одна дорожка, другая дорожка. Окей, какие ощущения, какие состояния, окей, давай посмотрим, через год ты пошла по этому пути или по этому пути. Что сейчас? Что хочет твоя душа? И человек сам в это состоянии очень четко получает ответы на свои вопросы, подсказки, ресурсы. И это самые истинные ответы, а не то, что вам скажет кто-то другой, там, Настя, не Настя, Павел Пискарев, Авиана Стальбов. И все эти курсы, это, по сути, создание вот этого канала связи с собой, со своей глубиной, с Творцом, что, по сути, одно и то же. Потому что, погружаясь вглубь себя, мы выходим на уровень Творца, на самом деле, да. То есть, если вспомнить по пирамиде сознания, опять же, Павла Пискарева, да, то есть, как верхушка айсберга, наша осознанная часть, ну, такая привычная наша сознание. Потом мы идем глубже-глубже, и мы доходим, там слои идут, родовые слои идут, коллективное сознание идёт, слои стихии идут, да, там еще больше энергии, уровень эгрегоров, и потом уровень единой энергии. И когда мы свой луч сознания опускаем, знаете, вот вниз в эту глубину, у нас все больше и больше ресурсов оттуда приходит. Мы разблокируем какие-то слои и просто оттуда штырят каждый день. Меня очень часто штырят, вот реально. Я утром сегодня вроде лениво так танцы заявила, но я встаю, слышу музыку, и это просто, знаете, это вот просто кайф. Ну вот, казалось бы, что-то музыка звучит, да, девчонки в зуме танцуют. Но она настолько, думаю, боже мой, ну, жизнь прекрасна. Мещуков сегодня выложил в посте своем. И это только наше состояние. Так, прошла боль, классно, Халида, все время зевал. Да, зевота, это хорошо. Хочу чувствовать ответы в себе, а то сомнения мучают. Да, вот когда мучают сомнения. Это один из, кстати, пожирателей энергии сомнений. Будем сейчас говорить уже об этом. Приходите, приходите обучаться. Приходите, я говорю, это настолько благие вложения. Спать хочется. Да, вот это состояние похоже немножко на сон. Анжелишка заболел, шея принимает все с благодарностью. Ну, шею можно покрутить, пошевелить, помассировать, да, полюбить свою шею. Возможно, вышел какой-то блок, такое бывает. Таня пишет, нравится ваша медитация. Сколько стоит этот курс ТЭТА? Все курсы ТЭТА, которые я провожу, базовые, основные, базовые, продвинутые, глубинные раскопки, стоят 16 тысяч рублей. Это стандартная стоимость института ТЭТА Хилинг. Оно реально того стоит. Вот. И оно стоит больше, гораздо, да. Ну, стоимость такая, по моим ощущениям. Вот. Если очень хочется, но есть какие-то сложности, я для своих разрешаю рассрочку. Не очень это люблю, конечно, но лучше так. У меня все девчонки рассчитываются, кто брал в рассрочку. Приходят деньги. Вот. Ирина пишет, потрясающе выглядело расширение света на город, страну, континент, планету и дальше. Шикарная медитация. Благодарю. Зевала всем медитация. Слезы идут. Все очень нужно. И доверие к всем миру. Слезы прекрасно. Слезы они ощущают. Аня. Немного опоздал. Как раз успела на отмену чувства. Я должна быть наказана. Возможно, для тебя это как раз было важно. Встали в реакции женщин рода с несчастной женской судьбой. О, круто, Лен. Сразу такие пласты медитации. Восторг. Спасибо. Всплыли картинки блоков. Угу. Так. Ага. Все. Отлично. Рада, рада у нас активный чат сегодня. Ну, поехали сейчас. Наверное, я даже чуть-чуть порисую. Ну, так. Попишу, порисую. Это не нейрографика. Про наши пожиратели энергии. О, давайте сделаем. Мы делали уже на процветание похоже. Похожий тест. Будем оценивать. В чат можете писать. Оценивать, как я люблю, от нуля до десяти. Сейчас. Оценивать. Так. Оценивать. Ага. Оценивать показатели. Сейчас вы поймете. То есть, пишем цифру один. Вот. Пожиратели энергии. Сейчас выберу. Выберу. Угу. То есть, это частично я взяла, да, там идеи и у Александра Полиенко, не только. И много своего опыта уже. Он это вообще говорит, как признаки вампира выделяет. Но, с другой стороны, это те вещи, которые и пожирают нашу энергию. Ну, давайте пожиратели энергии. Сейчас поймете. То есть, вещи, которые начинают нас превращать в вампиров, потому что, когда у нас энергия утекает, мы бессознательно часто начинаем подъедать других людей. Ну, это все делают практически. Бессознательно, особенно, когда нехватка какая-то есть, и мы еще не понимаем, как по-другому, не умеем по-другому. Ну, и первое, что я выделила, это спешка, суетливость. Так, сейчас мне хочется какой-то сломать этот чекнот. Первое. Там, спешка, суетливость. И можете оценить ноль. Оцениваем с нуля до плюс десяти. Пишем цифру один. Смотрите, как пишем. Цифра один, первый показатель и свой показатель. Ну, у меня, значит, ноль, вообще нет спешки. Вы просто в состоянии дзен. Вы всегда в балансе, в равновесии, в спокойствии. Такое здоровое замедление. Или если вы быстро делаете, вы все равно не спешите. Это ноль, то есть у вас это вообще не то. Плюс десять, вы постоянно в суете, в спешке. Но у меня здесь пятерка-то, наверное, будет. Перед вебинаром я спешила успеть подкраситься, налить чаек. И суета. Вот тоже, кстати, такая штука. Смотришь, женщину в суете это тяжело. Это тяжело. И в суете, как правило, мы не успеваем много. Это неэффективное состояние. И наоборот, как только замедляешься, меня еще бывший муж, кстати, учил. Спасибо ему. А говорит, ты просто сядь, сделай паузу в течение там. Что ты делаешь? Меня раньше сильно заносило в суету. Просто сядь, остановись, подыши. Я садилась, иногда с сопротивлением, но состояние меняется. Ты возвращаешь контакт с собой, со своей вот этой чуйкой и начинаешь более эффективно действовать. Поэтому жду ваших ответов по первому пункту. Пешка, суета. Вот когда дома у вас хаос, да, вот эта вот суета такая, когда не знаете, где что найти, теряетесь. Так. Да, вот правильно Жанна написала 1-7, есть такое. Ира тоже написала 1-7, семерки, семерки, шестерки. Вот у Светы тройка, у кого-то единичка, даже не спешим отлично. Анюта шестерка. Угу. Ну да, есть с чем работать здесь. И, кстати, я могу сказать, что мне в свое время, когда я встретилась с Тетей Хеллингом в 2009 году, мне он очень помог начать замедляться. И, наверное, первый раз я ощутила, знаете, глубокое спокойствие. Я помню, делала Тетей Медитацию, потом вышла на улицу, и я шла, у меня первый раз было состояние, что я не спешу, и я прямо вот здесь и сейчас, я иду кайфую. И постепенно это состояние стало все больше встраиваться в жизнь. Почему я люблю Тетей? Я многими методиками занималась и занимаюсь, но это именно состояние мозга, да, состояние психики, когда мы успокаиваемся и когда мы чувствуем, что все хорошо, когда мы, знаете, соединяемся с собой, очень помогает это вот вернуться в здесь и сейчас. Хорошо, дорогие, спасибо вам за ответы. Второй пункт – это обидчивость. Обидчивость, когда вас можно задеть легко, когда вы обижаетесь на мужчин своих. Точно так же оцениваем, ноль, вообще не обижаюсь, ноль. И десять – постоянно обижаюсь. Точно так же пишем эта цифра два и ответ. Тренируем еще и осознанность девочки и мальчики. Мальчиков у нас немного. Фред, кстати, хотел ко мне зайти на трансляцию, что я вам не видела. Ну ладно. Он любит заходить, делать мне комплименты. Я была очень обидчива. Сейчас очень, ну, бывает, конечно, еще. очень быстро, быстро уже получается переключаться, потому что окей, понимаешь, что это зеркало, значит, что-то мне отразило, значит, это мое. А что на себя-то обижаться? Ну, мое. Лучше разобраться, лучше разбираться, чем обижаться. Вот так вот. Пишем цифру два. Так. О, кого-то десятки аж. Ну, здесь прям четко надо работать, девчонки. Потому что это будет очень стопорить. И это наша обидчивость, это, опять же, слив энергии. У нас энергия идет не на желание, не на финансы, не на рост, а на обиды. Да, то есть всегда, у нас всегда энергии много. Просто она может сливаться на всякую вот такую хрень, а она может идти на творение нашей реальности. Поэтому с этим надо работать. И, опять же, на ТЭТО в всех курсах мы очень глубоко разбираем корни. И когда ты видишь, уже начинаешь понимать, что просто это отражение наше, да? Человек, допустим, мужчина, не там, не звонит или цветы не дарит. Это просто он отражает. Наши настройки недостаточной ценности себя, недостаточного достоинства. Говоришь, спасибо, дорогой мужчина, ты показал, с чем мне поработать, работаешь, и все меняется. И ты начинаешь все больше понимать, что вокруг только любовь, и все мы друг друга офигительно любим. Ну, реально. Просто из большой любви показываем друг другу, с чем работать. Болевые точки, слабые места. Особенно наши близкие люди. Они прям очень четко нам всегда показывают. Они наступают на больные мозоли. Для чего? Для того, чтобы мы эти мозоли наконец увидели и исцелили. «Болевые». Так, здесь разные оценки вижу. Ну, у многих девчонок, кто уже работает особенно давно со мной, смотрю, невысокие оценки – это хорошо. Да, у меня, наверное, двойка, кстати. Так, следующий пункт – это подстраивание под других. Подстраивание. Особенно в ущерб себе. Когда мы хотим что-то сказать и молчим. Когда мы хотим отказаться от какой-то просьбы. Вот меня периодически просят что-то. Настя, там, давай сделай то, не знаю, то. Даже вот прокомментировать, да? Раньше я бы сидела, вот у нас чат по открытым вебинарам. Я бы наверняка сидела и бы все комментировала, что у меня просто сейчас. Я говорю, девочки, нет, нет, не просите. Мне мое время, энергия дорогие, и я не могу всех подряд комментировать. И это про любовь к себе. А когда мы подстраиваемся и выполняем желания всех вокруг, но не свои, это прям огромный слив энергии никому не идет на пользу. А когда мы молчим, когда нам неудобно что-то. Вот у меня девчонки сейчас на курсе по знакомствам выходят на свидание, например. Я кучу прямо девочки. Не молчите, проговаривайте, что вы не хотите идти в Макдональдс, а вы хотите идти в хороший ресторан, что вы не хотите гулять час или два по холоду, а вы хотите посидеть в красивом месте. И выбивая из них вот этих удобных девочек, которые, ну мужчина же вот решает. Ну да, мужчина решает, но мы тоже решаем. Это очень интересно, не всегда просто. Если будет запрос, буду запускать еще поток через пару месяцев по знакомству. Кто очень хочет, могу в нынешний включить. Так, третье. Как у вас с подстраиванием? Пятерки, семерки. О, Тань, девятка. Вот, Тань, да? А говоришь, что сто процентов доверяешь себе. Это не совсем получается, потому что, когда мы доверяем себе, мы при этом и действуем из доверия, из любви к себе. Да? Что я не буду себя предавать. Да? Я буду делать, буду договариваться с людьми, буду открыто заявлять о том, как мне удобно, как мне хочется. Вот. Очень важный момент. На процветание мы классно делали практику с морфушкой, когда тоже выбивали эту удобную девочку просто. Надо просто понять, что эти программы сейчас нас будет мир учить. Если раньше они работали, да, и удобные девочки, это помогало выживать, помогало как-то действительно подстраиваться в Советском Союзе и прочее. Там опасно было высовываться. Сейчас просто мир будет жестко, может быть, учить. Да? Если вы сами с этим не работаете, учить, менять эти программы и быть верной себе прежде всего. Сейчас другое время, сейчас очень важно перестать это делать, потому что это каждый раз предательство себя. Дальше. Четыре. Отрицательное мышление. Мой любимый пункт. Я уже, наверное, некоторым, знаете, надоела с ним проговаривать сто раз. Отрицательное мышление. Ну, я его все равно встречаю и встречаю у девчонок, которые со мной уже, допустим, несколько месяцев даже. Там кто-то с августа и все равно оно вылезает. Поэтому проговорю мышление. И приведу даже примерчик, историю недавнюю. Отрицательное мышление. Что это? Также оцениваем от нуля. Сейчас поясню, да, чтобы вы поняли. От нуля до плюс десяти оцените. Это когда мы вместо того, чтобы заявлять, как мы хотим, вместо того, чтобы программировать нужное нам, мы рассказываем, как все не так. Что ничего не работает. Что все плохо. Что там, не знаю, политика ужас. Ситуация ужас. Денег мне не доплачивают. И мы проговариваем этот негатив и даже не балансируем его вообще никаким позитивом. Пример недавно. Две мои девчонки. Ну, про одну я упоминала. На прошлой трансляции вторая. Мне пишут в личку. Без имен, да. Настя Сос. Улетучивается вера в себя. Вера в исполнение моих желаний. Вообще в изменениях в жизни. Жизнь болота. Нескачаемый день сурка. Никаких крупных изменений у меня не происходит. Возьми меня. Ну, она уже человек осознанный. Понимаешь, что с этим надо что-то делать. И не просто жаловаться. Возьми меня над эту сессию. У меня как раз появляется окошко. Мы с ней работаем замечательно. И что выясняется? Я говорю, дорогая, ну давай выяснять. Никаких изменений. Говорю, давай находи там десять изменений за последние месяца. Что произошло? Причем она прошла базовую патетахилингу уже. Так. Ну, вообще-то я поменял работу. Окей. И вообще-то там более свободный график. Там меня уважают. Там классный коллектив. Вообще-то мне нравится. Вы понимаете, что происходит? Это просто вирусная программа сработала. Начала обесценивать все. И когда начинаешь включать осознанность, оказывается там куча изменений произошло в жизни. Дальше. Что еще? Вообще-то у меня каждый день происходят чудеса. Мне ангелы так помогают. Я место на парковке все время нахожу. И даже сейчас она, мы с ней работали, она из машины. Потому что дома там некомфортная обстановка. Сессию проводили. Прямо сейчас, говорит, у меня очередное чудо. Вообще не было места. Тут же ангелов попросила. То есть вы понимаете, когда у нас включается эта вирусная программа о том, что что-то не так. Во-первых, у нас идет слив энергии на нее. И мы закрепляем себя и тормозим себя в этом не так. Вместо того, чтобы создавать, а что так мы хотим. Поэтому я учу квантовые пароли. На тета-хилинг курсах еще раз мы обязательно квантовые пароли тоже дам. Быстрая простая техника. Учу наполнять, через тета-состояние делать манифестации и быстрые манифестации. Когда не надо садиться в позу медитации, вы просто на ходу начинаете манифестировать, а как я хочу. То есть мысль создаете, и эту мыслеформу наполняете энергией через тета-состояние. Это очень круто работает. Я когда делаю такие манифестации, просто феерия. И вот все, даже последние у меня события. В Москву мы с дочкой ездили. У меня был страх определенный, что там митинги вот эти, митингующие. Думаю, блин, куда-нибудь попадем. Не хотелось бы. Я еще прошу всегда какие-то важные моменты девчонок своих в тета-чате тоже поддержать. Спасибо вам, девчонки. Энергии без словно любви. Мы все так делаем там, да. И настолько мы все, настолько гладко. Настолько вот мне, я ощущала поддержку от всего, да. То есть просто, ну да. Мужчины чемоданы носили. В метро все помогали там с этими оплатами. Нам когда надо было карту пополнить. То есть такие, в общем, блин, не передать. А все начинается с мышления. Потому что я уже, даже если я что-то боюсь и что-то опасаюсь, я сразу проговариваю, прописываю. Там у нас в чате очень классно, ты прописываешь. Уже идет за счет группового поля трансформация. Себе проговариваю, а как я хочу вместо этого. Это ключ на самом деле. Вот подчеркну, прям подчеркну. А когда мы в отрицательном мышлении, мы становимся вампирами. Потому что у нас, мы закрепляем в негативе, у нас низкие вибрации. И мы вокруг людей втаскиваем в этот негатив. Обратите внимание. И люди, если вокруг вас в отрицательном мышлении, то тоже вампиры. Поэтому надо менять окружение, еще про это скажу. Ладно, давайте смотрим, как тут у нас с оценками. Ух! Я прямо даже взбодрилась, как тут ржала. Скоро как Павел Раков начну рубашки рвать на эфирах. Хватит! Долой отрицательное мышление. Вот, буду митинговать. Надо митинг. Вот, я поняла, надо какие-то митинг, протесты против отрицательного мышления не организовывать на волне. Так, вот, девчонки. Смотрю, четыре. Разные очень оценки. Четверок много. Тройки. Ага, продвинутый народ уже. Есть семерки. Есть восьмерки. Ага, шестерки. Хорошо. Следующее. Следующий пункт. Сравнение себя с другими. Это тоже сравнение. Напишите мне, с кем нужно сравнивать себя. Это вы должны знать, даже если вас разбудить в 3 часа ночи. С кем можно? Не обязательно нужно, но можно. Можно, в принципе. Да, и нужно. Когда мне пишут там или у нас в чате пишут, вот у всех такие рисунки. Или мне, опять же, мои клиентки иногда говорят, вот, но у всех же такие изменения. Да, вплевать как у всех. Это вообще вас не должно касаться. Вы можете заряжаться от рисунков других, да, там, от изменений, вдохновляться. Но сравнивать себя не нужно, потому что у каждого свой бэкграунд, у каждого своя жизненная история, у каждого своя родовая история. Это вообще бесполезно и глупо. Надеюсь, что у нас у большинства, но у большинства, я знаю, этого нету, но у кого-то, может быть, еще есть. Фигуры, а, женщины, мы женщины любим там фигуру, не знаю, личную жизнь, посравнивать. Правильно, девочки, ответили, с собой в прошлом, с собой в прежнем, только с собой. И когда вот свою девочку, замечательную клиентку, у которой СОС писала, спросила, она тоже, да, вот, мне начала, ну, вот, я смотрю, в чате там у нас у всех такие изменения. Я говорю, дорогая, какие у тебя изменения за последний год? И давай сравним себя с той, которой ты была год назад. Она такая, Настя, да год назад я вообще ничем не занималась, никакими практиками, вообще жила неосознанно, вообще не понимала, что происходит и что делать. Я говорю, смотри, какой прорыв у тебя, у тебя чудеса, ты осознаешь уже, что ты выдвижешь, ты осознаешь свои роли детские, там, да, взрослые и прочее. Это день и ночь. Я думаю, каждая сейчас может вспомнить, ну, если сравнить, да, себя с собой прошлой, то это же огромный прорыв всегда, прогресс. Да, все правильно ответили, девчонки, спасибо вам за активность. Так, Денис тут у нас спамит, потом тебя в спам отправлю, сейчас не буду отвлекаться, Денис, с любовью, безусловной. Дальше, что там у нас? Шестой пункт, о, шестой пункт у нас на процветании девчонок многих, он, знаете, как это взбудоражил, потому что, девочки, это скромность и стеснительность. Это прям, во-первых, это пожиратель энергии, во-вторых, скромность и стеснительность. Люди, на самом деле, вампиры, как оказалось. У кого-то, возможно, сейчас будет это вызовет протест. Я всегда была и иногда остаюсь еще скромной и стеснительной, но это старая стратегия. Скромность. Я выросла, знаете, в интеллигентной семье, там мне всегда воспитывали эту скромность. Но это не значит, что надо быть хамками, да, стеснительность. Но, однако, тоже можете оценить, ноль вообще не скромный уже, плюс десять, вы сама скромность. Итак, почему же это плохо? Потому что стеснительность, это значит, мы стесняем себя, когда мы делаем себе тесно, то есть мы не даем себе развернуться, мы стесняем, зажимаем свою энергию. Когда мы скромны, это, опять же, часто программа быть удобной, быть хорошей, ставить других на первое место, себя задвигать. Соответственно, когда мы себя задвигаем, мы недополучаем энергию, мы выходим из этого потока жизненной энергии. И у нас нехватка энергии образуется, соответственно, нам приходится ее добирать. И это путь к вампиризму. Поэтому все, кто очень скромный и стеснительный, а, вот у меня тоже бывает такое, есть уже чаты поддержки, да, потому что ты такие, ну как же, я стесняюсь там попросить, да. И при этом, что ты стесняешься, этот чат специально создан, чтобы мы поддерживали друг друга, там, отвечали на вопросы, обменивались сессиями. Ты сидишь стесняешься, ты никому хорошо не делаешь, себе не делаешь хорошо, потому что ты не даешь возможность себе получить поддержку, ты другим не делаешь хорошо, потому что ты не даешь другим проявить их хорошие, лучшие качества, позаботиться о других людях, поделиться знаниями. То есть мы тем самым не только себя стесняем, но мы, знаете, других тоже лишаем, лишаем возможностей. Это в чистом воды нездоровый эгоизм. Бывает здоровый эгоизм, бывает нездоровый. Так, ну что тут у нас со скромными? Вот этот пункт, кстати, я у клиентка взяла, тоже для меня был такой очень интересный, такой трансформирующий. Так, Леночка Лисовская. Так, шесть, пятерки, четверки, пятерки. Тактичность – это немножко другое. Да, здесь, конечно, важно, что мы понимаем под этими понятиями. Тактичность – это умение прислушиваться, умение чувствовать ситуацию, умение чувствовать человека. Тактичность, конечно, мы оставляем. Тактичность – это здоровое качество, когда мы не ведем себя как слон в посудной лавке, не идем по головам. Это все важно. Но здесь именно скромность имеется в виду в таком варианте, когда мы принижаем себя. Особенно стеснительность. Так, поэтому тактичность мы не отменяем. Конечно же. Так. Интересно, еще сейчас посмотрю, обновлять приходится чат. Как еще у нас со скромностью. Так. Ой, Риша, привет. Риша Путраска. Давно не слышали. Приходи уже ко мне на тет и хину-то. Так. Там мы очень хорошо всякие родовые, семейные решаем моменты. Так. Ну, кстати, особых скромниц не вижу. Ха-ха-ха. Только одна восьмерка. А, нет, две восьмерки. Есть семерки еще. Девчонки. Кстати, как это один из моих коучей говорит о стеснительных людей. Голодные дети. Это про то, когда мы стесняемся попросить достойную оплату. Когда мы стесняемся попросить повышение. Знаете, это встряхивает тоже вот эта фразочка, что ладно, я себе не надо. А ради детей-то вырасти, начать зарабатывать, начать расцветать. Это важно, мне кажется. Седьмой пункт тоже один из моих любимых. То, что нас на самом деле обесточивает. И куда идет слив энергии? Это халява. Халява. И это вот тоже программа, программа явной старых энергий. Программа, которая прям стопорит, когда мы не чувствуем баланс. И когда мы в состоянии потребителя по сути. Мы берем бесплатно, мы берем бесплатно, мы берем бесплатно, мы наедаемся, объедаемся и при этом остаемся в детской позиции. И никакого роста нет. Халява. Если посмотреть, кстати, я наблюдаю очень интересно. Более успешные, состоятельные люди, они как правило, что они дают щедрые чаевые. Да? Они могут заплатить больше. У меня бывали ситуации, я уже рассказывала, тоже когда мне за бесплатный вебинар, мне потом пишут в личку, Настя, куда тебе перевести? Люди переводят деньги. Я понимаю, что этот человек живет в состоянии забилия. И так и есть. И независимо от того, сколько у него доходов, какие у него просто классные энергии, здоровые ему достаточно. Вот. Я с некоторых пор тоже стала менять. Стала оставлять, например, больше чаевых и в такси, и в ресторанах. Особенно, ну, если там тоже смотришь, конечно, на обслуживание. И я прямо понимаю, что это у меня сильно вибрации повышает. Поэтому, девчонки, не жадничайте. Не жадничайте. И если нет возможности, да, кто-то мне пишет, Настя, не могу там, у тебя ничего платно, пишите отзывы, ну, приглашайте друзей, рекомендуйте, ну, например, если про меня говорить, да, рекомендуйте там мои тренинги, это все равно будет как-то обмен создавать, да, и будет создавать больше баланс, и к вам потом начнет приходить больше, опять же, энергии и финансов. Кстати, еще про халяву, что я делаю, я, например, тоже люблю слушать разных ведущих, и я когда чувствую, что вот бесплатный контент мне уже заряжает, помогает, я стараюсь купить что-то платное, как правило, ну, почти всегда. Да, потому что в этом случае, смотрите, мы создаем баланс, вот коуч, да, допустим, он во взрослой позиции, он дает, мы оплачиваем, тоже сразу переходим во взрослую позицию, и у нас равный обмен происходит, и мы, ну, действительно получаем очень много. много. Когда мы только бесплатно, я раньше, я раньше тоже жадничала, и я бесплатно брала, брала, но я понимаю, ну, я сейчас вижу, да, я тебя оглядываю, что это пользы мне мало принесло, просто потому что ты остаешь в детской позиции, да, односторонняя такая штука, и у тебя не происходит равного обмена, вот и все. Я понимаю, что по нейрографике, например, сейчас много бесплатного есть, и мне не жалко, я там девчонкам в чате нашем, да, даю ссылки, пожалуйста, пользуйтесь, работайте, осваивайте, но если вы хотите реальных скачков, и если вы хотите, ну, прямо роста и действительно трансформации внутренней, ну, вписывайтесь в платную программу. Это даже для вас, да, мне это тоже выгодно, конечно, но это для вас, это совсем другой уровень уже. Ладно, дальше, про это я часто говорю, не будем задерживаться. Еще позиция, вот 8, пусть будет, мне должны, вот позиции мне должны или же претензии, причем это может быть к ведущим, к мужчинам очень часто у женщин. Вот можете, кстати, оценить претензии к мужчинам. Я встречала, даже среди подруг было, вроде сейчас уже прошло, там у некоторых бывший муж там все что-то гад такой что-то должен, и это при ребенке высказывается про бывшего мужа. Я уже стараюсь не лезть с одной стороны, но где-то дистанцироваться, потому что очень четко видно, как человек сам портит себе карму и навешивает, знаете, программы непринятия мужчин своей дочки. Да, когда женщина в такой позиции, что бывший муж гад, скотина и что-то должен, и я даже в случае знаю, там жалобы писали, чуть ли не президенту писали, там на бывших мужчин, такая война разворачивается. Это для детей вообще неблагоприятно, потому что они впитывают эти программы войны. Ну и вообще родовые, конечно, истории, очень много, очень много, знаете, как раз таки жесткоча, это в родовых историях, в семейных историях. Тоже мы на TED-хилинге много разбираем, исцеляем, потому что мы же тоже дети своего рода. И интересно наблюдать даже в мелочах у нас сейчас, я приглашаю, да, рассылки в два чата, чат по открытым вебинарам, чат по Питеру. Чат по Питеру не очень активный, в основном информационный больше или после живых занятий там девчонки делятся результатами, впечатлениями, рисунками. И кто-то заходит, там остается, кто-то заходит, тишина, окей, выходит. А кто-то заходит и такой, типа, ну и девушка недавно и ждет, что я буду развлекать. То есть явно программа такая, мне должны, ну и развлекайте меня. Вот эта позиция, развлекайте меня. Детская и такая детская капризная тоже, конечно, слив энергии, ничего она не дает. Так, сейчас посмотрю ваши оценочки. Ой, девятый пункт интересный. Добавила его вчера. Не давала я его в процветании. Сейчас. Ноги, ноги красивые. Прекрасно. Как Костя видит мои ноги. Ха-ха-ха. Как когда я рисую. Ну ладно. Приниму. Если что, забаню. Ха-ха-ха. Ноги у меня красивые, да. Так. Функт восьмой. Претензии. Претензии. По-разному. Ну, небольшие, кстати, уже показатели. Но у кого-то еще есть. Ага. Претензии важно убирать. Прям, знаете, такие как камни выходим, когда с претензией. Это, вот можете представить, как вы мешок с камнями с собой все время таскаете. Ну, как с мешком с камнями вы воплотите классные путешествия. Например, не пустят на этом, на таможню в аэропорту. Ха-ха-ха. Не пропустят. Так что, лили, другие, выкидывать пора. Приходите на индивидуалки, можете. Или приходите. Если... Да, ладно. Так. Следующий пункт – это запрет на сексуальность, девочки. И блокировки. Ну, запрет – это в крайнем варианте, да, когда у нас плюс 10, прям вообще эта тема табу вычеркнута из жизни. Запрет на сексуальность. В более легком варианте – это что? Это у нас что-то не находятся мужчины. Что-то мы такие все в работе, в работе или в детях. И даже можно быть замужем, а все равно эта сфера такая тухленькая или спящая. Это тоже блокирует наше желание, блокирует нашу энергию. Потому что сексуальная энергия – это вот этот вот огонь, который разжигает все остальное на самом деле. Это как топливо в печке. Когда оно есть, когда оно горит, когда есть этот обмен. Мы кайфуем сами от себя. И мы кайфуем в паре с мужчиной. То это прямо очень классно подпитывает наши желания в том числе. И даже клиент дает, и не только, кстати, он дает техники. Я еще у Натальи Правдиной давно читала и так пользуюсь с временами, когда мы загадываем желание. И перед или в начале интимной близости мы просто думаем о нужном желании. И еще классно очень это проговорить, допустим, с партнером, что давай воплотим то-то, то-то. И эта энергия потом идет прямо на реализацию нашего желания. И у нас неплохо воплощаются, например, своим любимым многие желания просто потому, что мы проговариваем, и мы занимаемся любовью. И это прямо, знаете, такое топливо для развития пары и для собственного развития. так что, девочки, здесь получается у нас ноль. Вообще никаких запретов уже. Плюс десять. Вы себя посадили в коробочку и вычеркнули эту сферу. Если нет мужчин, да, вопрос часто возникает. Ну, как тот же Полиенко говорит, если бы вы были на Марсе и сказали бы нет мужчин, я бы, наверное, задумался, действительно, блин, проблема. Но у нас на планете Земля мужчин много и достойных мужчин много. Ну, это тоже отдельная тема, мы на курсе по знакомствам больше, знаете, там разбираемся, как привлекать нормальных мужчин. Так, это у нас был девятый пункт. Не зря сегодня вебинар назвала «Энергия желания». Должна быть эта энергия. Ну, окей, не должна быть, не очень люблю долженствование, но очень хорошо, когда. Да, вот у кого-то прям десятки. Ну, у кого-то ноль вообще никаких запретов. Ну, классно, не зря у тебя хорошие отношения. Стабильный, Анжелик. Так, ага. Да, да, да. Вот, кстати, от этого и проблемы по здоровью. Когда сильно заблокировано здесь, то начинаются сложности по здоровью, потому что, ну, блокировки в теле прям. Важно пробуждать. Угу. Это, опять же, позиция уже взрослой женщины, зрелой женщины. Когда мы застряли в детской где-то сильно, то, конечно, там секса нет практически. Тоже надо понимать, надо все это исцелять. Так. Дальше. Давайте быстренько пойдем. Хочется успеть и манифестацию сделать. Ну, смотрите, пункт. Болтливость, пустые разговоры, опять же, разговоры о неприятностях. Вообще болтливость. Я болтливая сама. Ну, я стараюсь по делу в основном. В большей степени. Пустые разговоры. Вот когда разговоры, знаете, просто так. Переливается из пустого в порожнее. У пожилых людей бывает такой, извините за выражение, словесный понос, когда много напряжения внутри. И это никуда не идет. У них никаких целей уже, мечт, задач, амбиции, реализации. Там все перекрыто практически. А энергию надо куда-то девать. Вот она сливается в болтливость. Обращайте внимание. Я очень стараюсь избегать пустых разговоров. Если в каких-то компаниях вы собираетесь. Это тоже слив и нет. Одиннадцать. Ну, сюда же это близко. Жалобы. Причем и когда вы жалуетесь, и когда вы выслушиваете чужие жалобы. Поэтому если кто-то вдруг еще выслушивает чужие жалобы, прекращайте. Даже если это любимые родители тем более. потому что с ними мы еще и ближе энергетически связаны. И мы это все всасываем буквально как, не знаю кто, как губка. И потом ходим с этим дерьмом внутри. Поэтому переключайте, прекращайте это все. Сокращайте контакты. Если люди не слышат вас и не могут говорить о позитиве. Не выступайте сливным бочком. Напишите сейчас. Оцените прямо. Если у кого-то еще есть, вы выступаете сливным бочком. Это прямо пора менять. Это за это, понимаете, сейчас за это будут, ну, наказывать. Вселенная не наказывает, конечно. Но это будет сейчас все быстрее приносить, ну, последствия неприятные. Вы послушали чью-то жалобу, потом у вас что-то заболело. Вам оно надо? Не думаю. Нам, опять же, кажется, из доброты нашей, да, из там, ну, какой-то неловко же прервать подругу, которая на нас сливает. А на самом деле неловко не прервать. Потому что тем самым вы, знаете, ее, как это, искушаете. Ну, ей вред приносите, что она этот шаблон свой никак не меняет. И себе вред приносите. То есть это вредоносное действие. Выслушивать чужие жалобы. Не говоря о том, что самим ужаловаться, это понятно. Двенадцать. Сожаление о прошлом. Вот я не так поступила. Вот если бы мы не расстались тогда, вот если бы я была умнее, это тоже все хрень полная, слив энергии. Все всегда происходит наилучшим образом. Как бы иногда это жестко не звучало. Так, одиннадцать. А, Оля, вот вопрос такой. А если я консультирую, выслушиваю жалобы других? Ну, опять же, здесь, во-первых, ты консультируешь, ты хотя бы получаешь за это деньги. И потом я, если выслушиваю людей, да, я что же консультирую? Я сразу стараюсь переключать, как вот я вам пример приводила. Окей, у тебя все плохо, а давай посмотрим, что у тебя хорошо. То есть мы, я переключаю в процессе консультации уже. Я не прерываю даже людей. Я не люблю, иногда это бывает сложно, да, словесный поток какой-то прервать. Ну, блин. Или прям повышать сильно стоимость услуг, если ты просто выслушиваешь долгие жалобы. Нет, я всегда прошу. Так, давай сформулируем в одном предложении, а что ты хочешь? Да, или давай кратко сформулируем теперь. А что ты хочешь? Людей заносит, конечно. Я говорю, окей, вот смотри, ты опять говоришь о том, что не так. А что ты хочешь вместо этого? То есть постоянно, постоянно переключать. Ты будешь помогать им, и ты будешь помогать себе, чтобы не выступать вот этим сливным бачком. От мамы всегда, да, надо это все перестраивать. Потому что маме это тоже не на пользу. Так, отлично, девчонки, вижу. Так, дальше поехали. Следующий пункт у нас. Страхи перед будущим. Сейчас. Это у нас тринадцатый пункт уже получил. Ой, тоже интересную мысль слышала, мне понравились. Сейчас проговорю. Страх будущего. Вот у кого вы, кто ощущает страх смерти? У кого он был, когда вот это вот, например, эпидемия пошла, страх заболеть, заразиться, умереть? У кого есть, можете сейчас честно признаться, что вот он так фонит, страх смерти? Ну, на животном уровне у нас у всех есть, да, в той или иной степени. Но на уровне эмоций, состояния я, например, не замечаю за собой, да, хотя я там на самолетах на тех же летаю, практически нету. Такой уровень пространства, видимо, доверия миру, безопасности. Так вот, если вы ощущаете страх смерти периодически или часто, это показатель того, что вы не реализуете свой потенциал, не реализуете свою жизнь как предназначение, можно сказать, то, ради чего вы сюда воплотились. Обратите на это внимание. Ну, просираете, грубо говоря, свою жизнь, свои таланты, свои возможности. Потому что иначе, когда ты в потоке своей жизни, когда ты реализуешь те энергии, которые к тебе приходят, те потенциалы раскрываешь, которые в тебе есть, обновляешься постоянно, то страха смерти нет. Ты понимаешь, что, окей, ну, Даша, ты сейчас умрешь, но, в принципе, ну, неплохо. Сделала лучшее из возможного. Так, как тот же Бальенко говорит, мы должны быть готовы умереть в любой момент и жить 10 тысяч лет. Ну, то есть одинаково, да, то есть одинаково спокойствие. Ну, это круто, мне нравится вообще такой подход. Вообще очень хорошие практики, когда, да, задают вопрос, окей, если ты, представь, что тебе осталось жить 3 месяца, как ты это проживешь, что ты будешь делать? Вот так периодически себя спрашивать, очень рекомендую, ты будешь заниматься тем, чем сейчас ты занимаешься? Ты будешь ходить на эту нелюбимую работу? Ты будешь также свои претензии к своему бывшему мужу тащить эти 3 месяца оставшиеся? Или ты уже выкинешь их? Ты поймешь, что каждое дело лучшее. Откроешь свое сердце и увидишь, что он так же страдает или страдал, как и ты, блин. Ага, вот есть страха смерти нет, это хорошо, есть страх какой-то тяжелой, неудачной жизни. Вот, это тоже надо трансформировать. Двенадцатое, а двенадцатое у нас что было, сейчас помню, к сожалению, о прошлом. Значит, с будущим мы так же можем работать, с будущим, кстати, мы в нейрографике можем работать неплохо, да, там все схемы по моделированию. Я, кстати, может быть, запущу, может быть, через месяц сейчас это проведу, очень классный курс есть по нейрографике времени, где мы работаем с линией времени, где мы, туда же входит, кстати, завершение гештальтов, и где мы моделируем прям будущее события на линии времени. Вот, и важно, чтобы образы будущего в подсознании были светлые, красивые, ясные, тогда у нас энергия, эти образы будущего дают нам энергию жить в настоящем. Когда есть страхи, будущее какое-то туманное или темное, пугающее, то это тоже нас сильно блокирует, сливает энергию. Ладно, дальше, 14, любые конфликты, конфликты, потому что в конфликтах, если на тонком плане смотреть, тоже заблокированная энергия часто, замороженная энергия, конфликты между родственниками, знаете, какие-то там между поколениями, братья и сестры. Это не значит, что обязательно нужно на внешнем плане все это разруливать и устанавливать очень теплые отношения, но внутри должно быть это разрешено, внутри не должно быть тяжести, обид, претензий и прочего. Я могу сказать, что у меня непростая семейная история, часто говорю, да, дочь, ага, и, ну, в частности, новый слой, например, вылез, мы с моей коучем, когда работали на последней сессии, вылез, тема с мамой, да, то есть, вроде бы мне казалось, что обид, претензий особо нету, но когда она меня попросила быстро проговорить сто пунктов, почему моя мама великая женщина, ну, у меня пошел стопор, то есть, сколько-то там я немножко назвала, но, вот, то есть, это тоже сюда же, темы родовые все сюда же, надо, надо оттуда забирать энергию. Тед Хилин тоже очень в этом помогает. Плачут у меня девчонки на индивидуальных сессиях, на курсах, плачем, да, но отпускаем это все. Следующее, 15. Конфликты с бывшими, опять же, да, 15. Недовольство собой, любое недовольство собой, вот это же вина сюда же, обесценивание себя. Обесценивание себя, своих результатов, это прям тоже слив очень сильный. Любое самоедство. Вот мне радуют девчонки, у меня, по-моему, на процветание делилась Лиля, Лилечка, по-моему, здесь сегодня, что какая-то ситуация произошла, а, презентацию какую-то на работе не супер, там, может быть, феерично провела. Да, сначала стало себя есть, но очень быстро, минут через 20, все, переключилось уже. То есть это тоже нужен навык, как в спортзале мы качаем мышцы, да, как любые навыки, они должны нарабатываться. Потому что это привычка, это сильная нейронная сеть, например, себя ругать, кусать, обвинять, виноватиться. Наша задача – новые нейронные сети проращивать. Через это состояние очень хорошо проращивается. Потом обязательно надо закреплять, у меня девчонки сессии по обмену делают, какие-то сами делают это, практики. Через нейрографику тоже хорошо закреплять и укреплять новые, новые шаблоны, что я себя всегда ценю, поддерживаю, отношусь к себе бережно, говорю себе хорошие слова. Я золото свое, умничка, драгоценность, фееричная женщина. На курсе по знакомству мы тоже это прокачиваем. Там больше женская еще, да, прямо что. Я всегда офигительная женщина, да, если у меня там морщинки какие-то появились, это все внешне. Так, 15, ага, на восьмерку, но в разных сферах по-разному. Да, здесь, конечно, можно это все было бы разделить на сферы, сейчас мы не будем, да. Какая я в работе, какая я в отношениях, какое мое тело. Тело очень важно тоже принимать. У меня в какой-то момент, я очень в подростковом возрасте, в юности стеснялась, там, эти кривые зубы, большой нос, ужасно получалась на фотографиях. Ну, прям не принимала себя, большие сложности были в отношениях с мужчинами, с парнями. Как-то стало уже, когда работаю над собой, очень сильно изменились отношения с телом. Все больше нравлюсь себе там на фотографиях, лучше гораздо стало получаться, комплиментов много получаю, просто потому что приняла себя, какая я есть. Вообще не парюсь, может быть, даже надо уже попариться, вообще как-то не парюсь, знаете, что там в грудь, может быть, надо, да, там, подкачиваются девчонки, что-то вкалывают. Как-то мне так хорошо в моем теле. Перфекционизм, да, 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 сюда же, кстати, перфекционизм. Ага, вот Ириша, темиорочка здесь, недовольство собой. Вот Иришка, приходи, ты пропала куда-то. Приходи, мы тебе это все. Наладим. Так. И еще у нас осталось три пунктика, добавились у меня вчера. Так. Сейчас еще посмотрю, что вы пишете. Ага, че-то, че-то, че-то. Че-то, че-то. Ага, вот. Угу, хорошо. Так, вот очень важный, девочки, пункт. Сейчас, где-то. А, сомнения. Вот тоже, про что говорили как раз. Сомнения. И это как раз нехватка доверия себе. И забит канал связи со своим подсознанием, с каналом с высшим. Да? То есть, по сути, забит, его надо прочищать. Канал со своей интуицией. Потому что в здоровом состоянии мы чувствуем, мы очень чувствуем, куда ехать, с кем общаться, куда пойти. Прямо постоянно, знаете, такой этот постоянный обмен, постоянно оттуда приходит информация. Я вот хотела, ну, например, у меня идет там, о, проект там с такой-то ведущей тоже ждет. Потом нет, не идет сейчас энергия туда, окей. Поехать в Москву, дочка загорелась. Я слушаю, как сейчас там в Москве. Окей, идет энергия, поехали. Забраться на Москва-Сити. Вообще не знаю, почему. Просто какую-то где-то фотографию видела, чувствую, просто энергия. Ты чувствуешь, что тебе надо туда. Просто забираемся, и вау, просто. У меня экстаз на всю неделю, наверное, от этой башни на небоскребе. И все складывается прям, ну, благоприятно очень. Когда ты это прокачал, когда, ну, сомнения уходят. И опять же, я смотрю, у меня кто-то с тем же тетахилингом. Несколько лет уже, девчонки, Настя, я хочу у тебя пройти. Ой, сейчас не получается. Ой, опять что-то сомневаюсь. И вот так человека колбасит. И ни туда, ни сюда. Уже давно мог бы прорыв совершить, казалось бы. Смотришь, причем я же знаю, сканирую своих там, ну, слушателей, клиентов, многих. Знаю какие-то ситуации, да. Знаю, что вот там застрял. Ну, окей, с другой стороны, учусь принятию, что каждый идет со своей скоростью. Каждый идет со своей скоростью. Но сомнения, конечно, тормозят сильно. Дальше. С мужчинами это тоже важно. Когда мы сами сомневаемся создавать отношения, создавать нужные, не нужные. И мужчины такие же притягиваются, их так же колбасят, и что никуда не двигаются, блин. Так, 17 важнейший пункт. Это вампирское окружение. Так и напишу. Окружение рулит. Кто-то говорит, на 50% окружение решает. Кто-то говорит, на 80% наше окружение решает нашу жизнь. Понимаете? Если у вас окружение жалующееся, ну, 10 человек, возьмите, с кем вы больше всего общаетесь. Например, да. Сплетничащие, где сплетни, жалобы, недовольство, болезни, нехватка финансов. У вас нет шансов вы другой жить по-другому. Просто нет шансов. Звучит жестко, но это так. Поэтому очень важно менять окружение, с кем-то дистанцироваться и находить, и включаться в более здоровое окружение. Классно сейчас возможности огромные есть онлайн, когда создаются эти курсы, программы, чаты, тренинги. Ты попадаешь в другую совершенно среду, где более-менее уже все, знаете, не ведут пустые разговоры, а заняты там, не знаю, там, нейрографикой, оздоровлением. Вот это хиллингом. Очень-очень это может помочь как раз. Вы добавляете себе новое окружение таким образом. И постепенно идет перестройка. В любом случае, когда человек развивается, начинает меняться окружение. Это надо понимать, принимать, быть готовым. И иногда, да, ты начинаешь, ну, я, например, дистанцировалась не специально, а просто очень разные по вибрациям уже, когда мы стали с какими-то остальными друзьями. Потому что просто не о чем говорить практически, и просто уже, ну, слишком разная жизнь. Наоборот, появляются новые люди в окружении, с которыми ты на одной волне созвучна, у тебя прет, и здорово, и творчество совместное происходит. И последний пункт. Что-то он у меня тоже включился. Хотя это уже такие очевидные вещи. А, даже два последних. Но это малоподвижный образ жизни. Малая подвижность. Малоподвижность, назову. Это застой. Это когда вы не бегаете, не танцуете, ну, не ходите в спортзал, да, не катаетесь на лыжах, а просто сидите, слежите и ходите. Это не то. Я четко знаю по себе, например, когда у меня больше пробежек, по-другому энергии. Сейчас пробежек у меня меньше, но я создала эти спонтанные танцы, в первую очередь для себя, опять же, потому что у меня повод не проспать, проснуться пораньше, включить бодрую музыку и наплясаться вдоволь. И сразу тело чувствует себя по-другому проснувшимся, энергии гуляют, просто позвоночник горит, и ты чувствуешь себя живой и очень наполненный. И это обмен веществ, да, более здоровый. Это вывод шлаков, опять же, через пот, через движение, все эти токсины. Мы помогаем телу высвобождаться. Потому что если вы занимаетесь психикой, но ни хрена не занимаетесь телом, то это иллюзия, что вы занимаетесь психикой. И что вы, ну там по чуть-чуть, по чуть-чуть, окей, может быть, но одно без другого не работает. Ну, девятое, это очевидно, там вредная пища. Я уже не буду говорить про вредные привычки, это все так, что сами знаете. Там вредная пища, тяжелая пища, нездоровая пища, всякие консерванты и прочее. Вот так вот. Можно было бы еще кучу накопать, но нет, взяла то, что пришло. Ну, как вам? Напишите несколько слов, что было важно именно для вас в этом блоке, и мы перейдем к манифестации. А давайте, пока вы пишете, немножко расскажу. Ну, а напишите мне, кто, вот почему вы сомневаетесь, потому что кто-то у меня уже давно хотел, спрашивал там, да, про курсы, Настя, классная методика такая вроде бы. Напишите, что вас тормозит пойти, пройти там хотя бы базовый курс по третий хелингу, а можно все три у меня, кто-то сразу на три вписывается. Здесь нет жестких правил, вы можете проходить там сразу, можете проходить там, раз несколько месяцев, сначала базовый, потом несколько месяцев это все перевариваете, осваиваете, потом продвинутый. По-разному у меня все проходят. Так, сейчас переключу камеру, да, вот, снова с вами. Напишите, что вам мешает, или что вас пугает, или вопросы какие-то, если есть. Давайте, прежде чем мы перейдем, конечно, в полтора часа мы опять не укладываемся, но мы недолго сделаем, но обязательно сделаем завершающую вот эту манифестацию на выпущение одного какого-то желания. Очень много отзывов у меня по курсам накоплено уже. Активацию, кстати, делаем геном молодости, красоты, регенерации. Очень тоже классная практика, очень интересно ощущается в теле, активация ДФК. И считается также, что она влияет на наших близких, особенно на тех, с кем мы живем в одном пространстве. А уж если спим в одной постели, то тоже не получают эту активацию. По сути, такая программа на омоложение. Сейчас много информации идет вообще, что наши тела начинают меняться. Даже привычная анатомия по-другому работает. Тоже важно. Вот у меня из отзывов тут смотрю, пишут девчонки. Результаты впечатляющие. Главное, что я намного чаще стала испытывать беспричинное, безграничное счастье. Вот это вот эффект от тета-хиллинга. Ты просто, просто начинаешь. На мой взгляд, это самое важное. Да, важны деньги, важна работа, важны отношения. Но ради чего все? Просто, чтобы внутри было вот это состояние. Это ключ. Вот, девчонки, у меня из Испании участвовали. Так. Было круто почувствовать обновление в теле, когда активировали мастер-клетку и запустили ген в молодости. Появилось чувство спокойствия, уверенности в себе. Ощущение, что поднялась на новую ступень развития. Еще раз благодарю тебя и нашу группу. Давно хотела пройти курс. Онлайн прошло все классно. Вот кто-то мне пишет, некоторые, нет, Настя, я хочу только очно. На мой взгляд, это тоже ограничение. Вот у меня, например, девочки пишут, хотел тоже очно проходить. Наташа. Вот пишут, онлайн прошло все тоже классно. Для энергии нет на самом деле, да. Просто мы зацеплены за эти физические оболочки. И да, я люблю тоже живые встречи. Но я очень чувствую, что мы можем общаться вообще дистанционно. Точно так же чувствовать энергии. С любимыми людьми мы точно так же можем быть на расстоянии, быть в очень плотном контакте при этом. Сейчас, ну действительно, когда ты чувствуешь тонкие вещи, тебе не так обязательно эта физическая оболочка, эта форма. Хотя живые я люблю. Мощные практики, работы в парах, энергия работает. Я боялась, что не смогу почувствовать все это на расстоянии. В итоге все получилось замечательно. Благодарна Насте, девочкам и творцу. Прошла курс вот в июне, не строила никаких ожиданий, пришлось на это себе поработать, получила подарки неожиданно для себя. Решились два моих запроса про ситуацию, в которой самостоятельно не могла определиться. Так вот, просто работая в парах-тройках. Так же была ошеломлена собственными ощущениями движения энергии в теле, так как не предполагала в себе такие возможности. Убедилась, рада. В общем, куча у меня отзывов, не буду сейчас время на это тратить. Сейчас перейдем к этой манифестации. Просто для меня это действительно возможность каждой выйти на новый уровень. Так. Сильно западают пункты 9, 12, 13, еще 18, 19. Да, Людочка, вот, пища и питание тебе прям телом важно заниматься, дорогая. Чего ты с нами не танцуешь? В воскресенье мы сегодня танцевали, выходной день. Я понимаю, будни кто-то работает. Вытанцевать, побыть в этом пространстве женского круга. Юля, благодарю за подробный расклад. Наглядно увидела, что нужно работать. Семь стемненько. Ага. Сильно затронул пункт 13. Страхи перед будущим. Нужно задуматься про 18, малоподвижный образ жизни. Да, девчонки. Только начала ознакомиться с нейрографикой. Она реально работает. Обязательно пойду на курс. Благодаря за список нашла, с чем надо работать. Хорошо. Пока недопонимают, а здесь понимать не надо ничего. Смотрите, это наш мозг, опять-таки, он пытается все понять. Сейчас такое время, где мы очень часто мозг вообще никак не поможет. Здесь надо чувствовать, быть и делать. То есть вы приходите на курс, я вам даю практики. Я даю какую-то теорию небольшую. Я даю вам руководство распечатано. И очень много практик, где вы делаете, чувствуете и проживаете опыт. И уже понимать ничего не надо. Вы просто видите, как это все начинает работать. Как меняется состояние, как приходит осознание, где там я косячила. Почему человек так себя вел. Зачем я выбрала этих родителей. Зачем я выбрала пройти такие опыты. Зачем я воплотилась в этой семье. Что там из прошлых жизней я принесла сюда, чтобы проработать еще. Вот и все. Ну, спасибо за ответы вам. Да, здорово, все по полочкам. Я не знала, что так можно. Да, удивила про малую подвижность. Не обращала на это мнение. Да, девчонки. Это прям важно очень. Спасибо вам за ответы. Давайте перейдем к этой манифестации. И решайте, слушайте себя, конечно. Я здесь никого не... Я сама, я вам рассказывала уже, я сама откладывала несколько лет пойти и глубоко обучиться. Обучалась подпольно, обучалась по книжкам. Ну, когда я пошла, это такие пошли прямо огромные перемены в жизни. Огромные. Если до этого по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, то здесь просто у меня раскрылись совершенно. Знаете, как небеса раскрылись и стали изливать благодать такими дарами, которые даже представить себе не могла. Это всё произошло после тета-хилинга реально. И нейрографика тоже огромный вклад. Ну, вот для меня две прям сильные очень методики. И да, я понимаю, что всё в своё время, но с другой стороны, я понимаю, что если бы я раньше включилась, оно бы быстрее всё происходило. Так, ну что, напишите мне вообще, хотите вы манифестацию это сделать? То есть, медитацию именно на исполнение желаний. И может быть, вы уже хотите бежать на свидание, не знаю куда, на прогулки. Мы почти два часа вместе. Поставьте мне плюсики. Напишите, хотим. Вы можете прописать, ещё раз лучше прописать сейчас своё желание. Можно кратко, ёмко, послушайте прямо сейчас. Уже у нас почти два часа с вами прошло. Может быть, желание выменялось. Может быть, вы сейчас почувствуете, что что-то другое хочется воплотить, и оно вам важнее. Та-ра-ри-рам. Та-ра-ри-рам. Блин, не отмазаться мне. Я думала, может, уже закончусь, а сейчас я пойду завтракать. Ещё сегодня не завтракала. Так, что мне из Франции шлют? Ладно, попозже посмотрим. А чё, а чё, а чё? Ладно. Я тоже хочу. Я же запланировала. Сейчас себе тоже что-нибудь замунифестировать надо. А, классные курсы по тета-хилингу я замунифестирую. Ближайшая задачка базовая. Базовая с 18-го, потом продвенты в начале марса и глубинные раскопки в конце марта. Марта. Пускай творец приведёт тех, кому это реально нужно. Созвучных со мной людей, созвучных друг с другом. Часто встречаются какие-то родственные души у нас на группах. Потом начинают девчонки общаться. Друг друга поддерживают очень сильно. Так что у нас чат уже больше 60 человек. Это моя манифестация. Да будет так. Вот, каждый сейчас своё. Можете вспомнить, прописать. Так, сейчас. И мы снова входим в это состояние. Похудение. Постранение лучше, да? Худение такое. Отношение с переездом к нему в тёплый климат. Да, Таня, ты же хотела назнакомствовать, чтобы ты мне написала и тоже куда-то пропала. Желания те же. Хорошо. Изобилие в каждую клеточку. Изобилие в каждую клеточку хорошо, но, Свет, это опять не конкретное. Изобилие я тебе прямо сейчас могу в каждую клеточку. Как ты хочешь, чтобы оно проявилось в жизни? Чем? Дать мне то, что действительно нужно. Хорошо. Такая открытость. Правильно формулируем просто в позитивном ключе. Да, Аня. Хочу там дом какой-то. Здесь мы сильно не будем, это отдельно тем, прям про формулировки. Просто в позитивном ключе важно сформулировать. Пусть всё складывается наилучшим для меня образом. Хорошо, девчонки, но я бы рекомендовала сейчас одно какое-то более конкретное желание всё-таки взять и его наполнить. Потому что на самом деле всё всегда складывается наилучшим для нас образом. И что там писали? И изобилие у нас уже есть. И Вселенная всегда даёт то, что нам действительно нужно. Поэтому об этом, простите, но не обязательно. Вселенная нам всегда даёт то, что нам нужно. Всегда мы чему-то обучаемся. Любые ситуации нам на благо. Поэтому я здесь рекомендую всё-таки немножко заземлиться. Наш духовный полёт – это прекрасно. Но есть ещё корни, и прописать конкретные, можно материальные, да, лучше даже, наверное, материальные желания. Поездка, путешествия, встреча. Окей, отношения хорошие с кем-то. Но оно чтобы с земным планом как-то связалось. Духовные вы мои! Вот переезд в тёплый климат к нему – это конкретно. Понимаете? Ладно, всё, не буду сейчас. Подкрутите сами, кто слишком абстрактно, заземлите желания. Финансовый достаток. Лучше понимать, какой суммы. Хороший, ресурсный мужчина – да. Я стройная, красивая – да. Физическая активность для стройного, здорового тела – да, Людочка. Соединиться с подходящим мне мужчиной. Обрести женское счастье – да, конечно. Здоровье – дом моей мечты. Хорошо, я здоровая с близкими, дом моей мечты. Да, Анжеликушка. Живу, без долгов. Без долгов не очень хорошо, ну, финансово свободно, счастлива в своей собственной квартире. Да, Света. Роза, добрый день. Любовь и деньги немножко абстрактно, но хорошо. Себя-то улучшить. Да, ну, очень хорошо, кстати, Таня мне ответила, решила пока себя-то улучшить. Очень хорошо себя-то улучшаем в общении с мужчинами на сайтах. Они прям нас так сразу шлифуют. Сразу столько всего. Иначе, это, как я говорю, практики под одеялом, да. Любить себя, найти комфортную работу. Хорошо, Юль. Аня. О, круто! Настя, чудо, сейчас, пока тебя слушала, нашла паспорта. Аня, несколько месяцев мы с ней хотим поехать в Дубай. Пусть это тоже будет манифестация. Не могла найти загранпаспорта своей во Франции. Французский. Меняю желание. Хочу поехать в тёплую страну. Да, давай уже мы едем. Кто хочет присоединяйтесь, пишите в личке. В тёплую страну. Может быть, не в Дубай. Ну, я думаю, в Дубай, наверное, да. Чудо вообще. Я так рада. Девчонки, всё, заряжай. Пусть энергия чудес сейчас распространяется. Разливается. Это Аня переезжала недавно. Мы с ней поработали. И Анюта, конечно, тоже из квартиры в квартире переехала в классный большой дом. И в процессе переезда затеряла загранпаспорта. Я прям счастлива. Я прям вообще. Всё, ладно, медитирую. Ой. Всё. Вдох-выдох. Глазки закрываем. Вдох-выдох. Глубокое тэта. Глубокое тэта. И давайте сразу. Бесконечное, жемчужно-белое, сияющее пространство. Пространство света. Пространство безусловной любви. Заполняет всё вокруг. Вверх-вниз. Влево-вправо. Вперёд-назад. Вечность. Бесконечность. И я сейчас прошу Творца наполнить этой энергией наше желание наилучшим и наивысшим образом. И пусть сейчас мы увидим, как воплощаются и исполняются наши желания. Пусть придут образы. Можете увидеть картинки воплощения желаний, как они наполняются сейчас энергией, светом. Нам всем разрешено воплощать то, что мы хотим, на высшее благо себя, близких, всей Вселенной, по нашей свободной воле. И мы знаем, что это так. И всё изобилие Вселенной уже в нашем распоряжении. И каждая клеточка тела наполнена этой энергией, безусловной любви и изобилия. И мы знаем, у нас активируется, вспоминается эта способность к творению. Мы знаем, как создавать ситуации, обстоятельства, отношения в своей жизни наилучшим образом. И пусть сейчас каждому творец даст подсказку, какие шаги нужно сделать, какие ближайшие шаги для реализации наших желаний и намерений. Пусть придёт это в виде образа, мысли, чувства. Что мы можем сделать в ближайшее время, чтобы наше желание, намерение реализовалось? И сейчас просто напитываемся этим состоянием воплощения желания. И этими чувствами, что мы хотим почувствовать в процессе, в моменты реализации. Встреча со своим мужчиной, приобретение дома, переезда в тёплую страну, построения, оздоровления, движений. Прямо сейчас пусть эти чувства раскроются в нас, раскроются в каждой клеточке тела. Таким образом мы лучше сонастроимся с энергией нашего желания. Очень важно вибрационно совпадать с энергией желаний. Более подробно мы разбираемся на курсах по ТЭТО. Там манифестация делается из нескольких ступеней. Сейчас тоже это всё уже работает. Да, будет так. Благодарю. Это сделано, это сделано, это сделано. И делаем чуть более активный вдох. Нужно потянуться. Ну что же. И очень буду благодарна за обратную связь. Те, кто был сейчас, те, кто смотрит, посмотрит в записи. Напишите. Можно прямо под этой трансляцией в чате. Можно в чате по открытым вебинарам. В общем, где-то на Ютубе можно писать в комментариях. Я это выложу, скорее всего, на Ютуб. Сегодня, девчонки, я тогда с вами прощаюсь. Мы два часа в эфире. Я пойду заниматься личной жизнью. Вам всем офигительного дня. И главное моё пожелание. Будьте влюблёнными в себя, в жизнь, в мужчин, в женщин, друг в друга. И тогда оно всё будет складываться. Всё будет складываться наилучшим образом. Всем обнимашечки. Обязательно прочитаю все ваши отзывы, комментарии. Напишите. Хорошо? Это будет такой заключительный момент. И вы соберёте важное, ценное, полезное. И мне будет полезно. Если какие-то вопросы по курсам, по программам, кто-то хочет на тестирование ко мне записаться, диагностическое, да, за полторы тысячи, тоже пишите. Пишите в личку. Лучше в личку. Не в мою группу. В личке вижу быстрее. Всё. Всем обнимашечки. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok